Долгие века король Артур остаётся загадкой для историков. Является ли предание о Геневре, Камелоте и Экскалибуре всего лишь сказкой, или такой король действительно существовал? И если так, то насколько легенда далека от реальности? Настоящий Артур наверняка отличался от привычного нам романтического образа легендарного средневекового короля. Предводитель бритов по имени Артур мог существовать, но и Камелот, и Геневра, и знаменитый меч Экскалибур – чистая выдумка. Возможно, существовал воин с валийским вариантом имени Артур, но в ранних хрониках он не упоминается. Скорее всего, он был солдатом, носил простую одежду и жил в деревянной крепости на холме, а не в сказочном замке. Король Артур не был похож на Брэда Пита с пышными локонами. Это был суровый мужик, его чтили как воина и похоронили как воина. Запретная история в поисках настоящего короля Артура. Гластенбери, юго-западная Англия. Король Артур остается загадкой уже почти тысячу лет. Никто не помнит, как выглядел легендарный Камелот, и настоящую могилу короля также скрыла завеса времени. Кем же он был? Где родился? И существовал ли вообще? Король Артур – легендарный полководец бритов конца V и начала VI веков, который в тяжелые времена повел свой народ против армии саксов и восстановил свою веру и независимость для своей страны. Обычно короля Артура представляют верхом на коне, в латах и с мечом в руках. На самом деле, такую металлическую броню изобрели лишь 500 лет спустя. Скорее всего, он носил кожаные доспехи, был пехотинцем и командовал отрядом бывших римских наемников. Миф о короле Артуре возник в средние века. Тогда люди не представляли короля или воина без доспехов или без замка. На самом деле, у романа бритов были не замки, а городища. И они не носили доспехов, разве что нагрудники. Средневековые романисты стремились приукрасить действительность. Ведь это так романтично. Король в прекрасном замке, красавица-королева, большой стол, за которым все собираются. Чудесная история, но далекая от истины. Гластенбери, Юго-Западная Англия. Существует три основные версии, касающиеся личности короля Артура. Во-первых, это мог быть король из Тентагеля, что в Корнувале, правивший в период темных веков. По второй версии, это романа брит, который жил на границе между Англией и Уэльсом и помог победить саксов. По-третьей, наиболее популярной, он жил в Гластенбери и был похоронен в этом аббатстве. Тор Уэбстер – местный историк, живущий в Гластенбери. Он проводит туры по местам, связанным с Артуром. Он уверен, что король жил неподалеку, а его могила когда-то находилась в аббатстве. Прекрасное место, Тор. Да, когда-то это было второе по величине и влиятельности аббатства в Англии после Вестминстерского. Правда? Кое в чем даже его превосходило. Очень важное место. А это что? Вначале покажу вам, где, по слухам, монахи обнаружили тела короля Артура и Геневры в 1191 году. Почему все решили, что это именно их тела? На надгробье было написано, что здесь лежат король Артур и Геневры. Монахи посчитали это убедительным доказательством. Но в могилах не было предметов, подтверждавших это. Насколько я знаю, нет. Только надгробье с надписью. Также есть описание их погребения в исторических источниках. Но почему в Гластенбери? Считается, что Артур один из первых христианских королей. А Иосиф Аримафейский, Мария Магдалина и Богородица поселились именно на этом острове, который тогда назывался Инисвитрин. В 62-м году нашей эры они построили здесь первую христианскую церковь из Прутьев. Саксы называли ее старой церковью. Позже на ее месте возвели аббатство, так что это знаменательное место. Но сейчас здесь нет останков. Говорят, что монахи с почестями перенесли их к главному алтарю и захоронили под плитами из черного мрамора. Сходим посмотрим? Конечно, пойдем. За долгие годы аббатство почти разрушилось. Вначале из-за действия короля Генриха VIII, закрывавшего монастырь в 16 веке, а после под воздействием времени, поскольку не получала должного ухода. Однако сохранившиеся руины прекрасны и загадочны. Подходящее место для могилы короля. Так мы сейчас в аббатстве? Да, да, именно так. Здесь главный алтарь. Сюда монахи перенесли тела короля Артура и его невесты Геневры. С почестями поместили их тела в две могилы и накрыли черными плитами. Их останки сейчас здесь? Нет. После того, как аббатство закрыли в 1539 году, монахи, вероятнее всего, их извлекли из могил. И в торопях зарыли где-то поблизости, как и множество других артефактов. точности неизвестно, что с ними стало. Имя Артура используют повсеместно. Ему посвящены десятки миллионов фильмов, книг и туристических маршрутов. Так трогательно при этом видеть в Гластенбери не огромную вывеску, а маленькую скромную табличку, на которой написано «Здесь похоронен король Артур и его жена Геневра». Такое преуменьшение внушает доверие. Жаль, что это выдумка. Когда монахи якобы обнаружили могилы Артура и его второй жены Геневры, это принесло Гластенбери немалый доход и продолжает приносить. Услышав новость, туда потянулись паломники, а в наше время туристы. Однако надпись на надгробье кажется мне странной. Там написано «Здесь лежит знаменитый король Артур со своей второй женой Геневрой здесь на острове Авалон. На королевской могиле вряд ли написали бы слово «знаменитый». Ведь на надгробной плите Елизаветы Первой не указано, что она знаменитая королева. Это просто смешно. Выглядит как грубая подделка. Почему аббатство Гластенбери считается Авалоном? Хороший вопрос. В XI веке монахи действительно нашли скелеты мужчины и женщины, которые посчитали останками Артура и Геневры. Нет никаких доказательств, что это действительно их могилы, что место захоронения Артура именно там. Но история отличная. Именно это уже почти тысячу лет привлекает в Гластенбери туристов, и местное мороженое пользуется у них спросом. По одной из теорий, тела, перезахороненные у главного алтаря, принадлежат не королю Артуру и Геневре, а Иосифу Аримафейскому и Марии Магдалине. Я в это не верю, однако они связаны. Иосиф Аримафейский сыграл важную роль в легенде об Артуре. Он привез сюда Святой Грааль, причем я уверен, что им являлась сама Мария Магдалина. Я слышал версию, что монахи все выдумали. Реликвии, связанные с Артуром, должны были привлечь пилигримов, а это было бы хорошо для бизнеса. Что скажете? Это всего лишь теория. Я верю в то, что это тела Артура и Геневры. Но в конце концов, это всего лишь история, классическая легенда. Знаете, ее подробности не так уж и важны. Миф об Артуре в современном голливудском прочтении начал формироваться в рыцарских романах XII и XIII веков. Финальным аккордом было произведение Мэлори, написанное на несколько сотен лет позже. Каждый приукрашивал легенду по-своему. Кто-то присочинил Артуру жену Геневру, отца утра Пендрагона, некоего Мерлина, а также Экскалибур. И все они якобы жили в романтическом городе под названием Камелот. История постепенно обрастала подробностями, пока не приобрела современный вид. Вы верите, что король Артура и Геневра были здесь похоронены, или это просто легенда? Думаю, короля Артура и Геневру вполне могли бы здесь похоронить. Не исключено, что их тела оставались здесь до самого закрытия монастыря в 1539 году, а затем монахи перезахоронили где-нибудь поблизости. Но никто не знает этого наверняка. В древности не существовало грантов. Деньги получали с паломников. В Гластенберийском аббатстве случился пожар, и всего через несколько лет, в 1191 году, монахи сообщили об обнаружении останков короля Артура и его жены. Ясное дело, им хотелось денег. Нужны были паломники, чтобы отстроить и расширить их чудесное аббатство. Вся история с обнаружением останков короля Артура и Геневры всего лишь маркетинговый ход, чтобы привлечь людей в город и отремонтировать церковь после пожара. Сегодня сюда продолжают приезжать туристы, желающие стать ближе к королю Артуру и увидеть место его захоронения. Но оно не здесь. Это всего лишь красивая выдумка. Холм Святого Михаила Гластенбери Юго-Западная Англия Нельзя покинуть Гластенбери не посетив Холм Святого Михаила. Придется подняться на полторы сотни метров, но усилие того стоит. Вот и оно. Аббатство за холмом Челис. Так что это значит? Значит аббатство внизу. Я вижу церковь. Храм Святого Иоанна. Святого Иоанна, да. В чем важность холма Святого Михаила? Это отличный ориентир. Говорят, здесь пересекаются сотни линий силы, создавая особую энергетику. Значит, это место и есть Авалон? Да, мы стоим на древнем острове Авалоне, окруженном равнинами Сомерсета. 600 лет назад они были залиты водой. Думаете, когда-то на этой вершине стоял Артур? О да, несомненно. Озирал свои владения. Гластенбери во многом соответствует описаниям исторического Авалона. Главное понять, что было раньше. Настоящий Артур и, возможно, Камелот, вероятнее всего, связаны с Центральной Англией или Северным Уэльсом. Это более правдоподобно. Возникает вопрос, не использовалась ли эта легенда сознательно для того, чтобы придать региону Гластенбери дополнительную сакральность. Должен признать, что стоять на предполагаемой вершине древнего Авалона восхитительно. Легко представить, как король Артур созерцал с этого холма водную гладь и свои обозримые владения. Но Гластенбери не единственное место в Британии, претендующее на роль дома Артура. Я встречусь с историком, который последние 20 лет пытается выяснить правду о настоящем короле Артуре. К счастью, ему это, похоже, удалось. Исследования привели историка Грэма Филлипса к могиле высокопоставленной особой на границе с Уэльсом. Он уверен, что это и есть знаменитый король. Мы встречаемся в гостинице в Шрусбери, чтобы обсудить это открытие. Что это? За 300 лет до появления первых средневековых романов об Артуре священники Уэльса вели так называемые валийские хроники. В них упомянуты события со всей Британии, происходившие в раннем средневековье, начиная с 5 и 6 веков. Одна из записей относится приблизительно к 520 году. Битва при Баденском холме, когда Артур три дня и три ночи нес на плечах крест Иисуса, и Бриты вышли победителями. Так написали монахи. Это обычное описание сражений, при этом они упоминают Артура в роли победителя. Но как понять, что это тот самый Артур, а не какой-то другой? Дело в том, что во всех средневековых произведениях указано, что именно при Баденском холме король Артура держал величайшую победу. Есть еще одна запись об Артуре, добавленная двадцатью годами позже. В ней говорится о битве на реке Камлон, где погибли Артур и Мордред. В средние века считалось, что Артур сложил голову при Камлоне, сражаясь против своего вероломного племянника Мордреда. Видимо, летописцы, которые вели эти хроники в девятом веке, считали Артура реальной исторической личностью. Эти записи предшествуют мифу об Артурие, Камелоте, Геневре и Экскалибуре как минимум лет на триста, на три века. Если я прав, и он был Дугс Белорум, римским полководцем, то должен был носить римское снаряжение. Нагрудник, поножи, короткий римский меч и надежный римский щит, а также шлем в римском стиле на голове. Но ни в музеях, ни в голливудских фильмах подобный облик не встречается. Проводя исследования, Грэм обнаружил манускрипт восьмого века, написанный валийским монахом Неннием. В нем говорится о предводителе бритов Артуре, который успешно давал отпор англосаксам из Дании и Северной Германии. Ненни утверждает, что Артур воевал с англосаксами и перечисляет 12 сражений, из которых тот вышел победителем. Артур упоминается буднично, без лишних подробностей и мифологии. Просто воин, сражающийся против англосаксов. Где эта запись про Артура? А, вот она. Уна Артур. Верно? Здесь написано, что в то время количество саксов в Британии увеличилось. После смерти Хенгиста его сын приехал из северной части Британии в королевство Кент. Все короли Кента его потомки. Обычная история англосаксонских королей, одним из которых был Хенгист. Далее следует запись о том, что в том году Артур сражался против них вместе с королями Бритов. Он был полководцем и часто побеждал. Он возглавил 12 сражений против саксов и дальше их список. Мы все ближе к истине. Очевидно, он был предводителем Бритов и командовал ими, как и положено, королю. Именно. Археологические раскопки показали, что на территории Центральной Англии на границе с Уэльсом велись сражения. Но в определенный момент вторжение саксов было остановлено как раз в том месте. Полководец победитель наверняка считался героем. Вероятнее всего, он жил именно там. Исследуя древние британские тексты, Грэм сделал еще одно открытие. Через сто лет монах Гильдас описал деяния местного короля по прозвищу Деурса, то есть медведь. Запись Гильдаса относится к 445 году нашей эры, как раз ко временам короля Артура. Ближе подобраться уже невозможно. Вы совершенно правы. К сожалению, он не зря упоминает имя короля. Многие историки считают это доказательством того, что Артура не существовало, ведь Гильдас о нем не пишет, зато здесь упомянут некий де Урса, что означает «медведь». А вот и картинка, иллюстрация. Да, манускрипт с иллюстрациями. Гильдас использует военные прозвища для многих вождей бритов. И вот, что он пишет о медведе. Во-первых, это его современник. Почему вернулся ты к порокам своей юности медведь, задавивший многих смертных колесницей своего могущества? Ты презревший бога? И так далее. Затем он называет имя Кинлос. Король Артур существовал, но во времена саксов. Представьте римского центуриона в боевом обмундировании, а не всадника в рыцарских латах, которые появились лишь 500 лет спустя. Он жил в городище, а меч экскалибур мог появиться лишь много сотен лет спустя. Во времена настоящего Артура использовали не длинные широкие мечи, а грубые топоры и другое подобное оружие. Скорее всего он был бритом, римским полководцем. Это более вероятно, чем описание из средневековых романов. Существуют определенные доказательства. Пока рано делать точные выводы, вопрос остается открытым, но такую возможность необходимо учитывать. Изучив древние документы британской библиотеки, в ходе своего исследования Грэм пришел к выводу, что Кинлос был сыном военачальника Оуайна Белозубова, настоящего короля Артура, прозванного Медведем. Любопытно, что в средние века его потомки стали графами-уориками, на гербе которых, как вы догадываетесь, изображен медведь. Нужно отыскать валийский вариант английского слова «медведь». Медведь Артес Артус Артур Вот именно, в современном валийском и в старом бритском, на котором говорили в Британии в ту эпоху, медведь обозначался словом «арт». Арт На бритском Артур означает «медведь». Значит, как раз во времена короля Артура существовал человек, чье имя на местном наречии звучало как «Артур». Я считаю, что нашел настоящего короля, а могилу с его именем до сих пор не обнаружили, потому что это лишь прозвище. В романах король Артур правит страной из великолепного укрепленного города Камелота. Его местоположение до сих пор неизвестно, однако, порывшись в древних текстах, Грэм, возможно, его обнаружил. Примерно в 500-м году нашей эры Британия распалась на несколько мелких королевств. Самым большим и могущественным из них считалось королевство Поуис. Сейчас это часть Валийского графства, а в 5-м и 6-м веках его территория включала значительную часть Центральной Англии и Уэльса. Столицей был Вераконий. Некогда процветающий римский город стал одним из главных в стране после ухода римлян. Грэм уверен, что именно там находилась резиденция настоящего короля Артура Оуайна Белозубова. Почему вы считаете, что Камелот был здесь? Есть два доказательства. Во-первых, судя по археологическим находкам, в 500-м году, когда предположительно жил Артур, именно Вераконий был самым развитым и могущественным городом в стране. Остальные три, считавшиеся крупнейшими в Англии во времена римлян, были захвачены англосаксами. Это Лондон, Линкольн и Йорк в восточной части. Здесь была столица Британии во времена короля Артура. Если он действительно существовал, то, по легенде, должен был жить в самом влиятельном городе страны. И это наиболее подходящее место. И вряд ли Артур владел живописным сказочным замком с бойницами, башнями и зубчатыми стенами, какую любят изображать в мультфильмах. Скорее, это было простое укрепленное поселение, англосаксонское городище, либо римская крепость на холме, защищенная острыми кольями, призванными сдерживать наступление врага. Последние раскопки в Вераконии велись в 90-е годы 20-го века. Выяснилось, что примерно в 500-м году нашей эры город претерпел значительные изменения. В центре находился дворец влиятельного вождя, возможно, настоящего короля Артура Оуайна Белозубова. Римские стены. Да, но в период Артура это место превратили в потрясающее оборонительное сооружение. Вероятно, это внешняя стена внутренней крепости Артура, его жилища или, если угодно, дворца. Значит, вы уверены, что Артур жил именно здесь? Здесь находилась крепость, королевский двор, велось производство, шовали мечи и другое оружие, занимались сельским хозяйством. По легенде, Камелот был и крепостью, и большим городом вроде этого. Ясно, но почему другое название? Хороший вопрос. Было бы гораздо проще найти резиденцию Артура, если бы мы могли взглянуть на карту и найти место с названием, похожим на Камелот. Многие так и делали. К сожалению, это невозможно. Название Камелот придумал французский поэт Кретьен де Труа в 1190 году для своей поэмы о Ланселоте. Ему нужна была рифма для имени Ланселот. Так вот почему Камелот. Настоящий король Артур скорее всего был римским полководцем, а не привычным для нас рыцарем в сказочном замке из средневековых романов. Легенда о Камелоте, Геневре и Экскалибуре появилась в средние века, чтобы добавить истории романтизма и интриги. Вполне вероятно, что существовал настоящий человек, подходящий под описание полководца, воевавшего против Саксов. Но скорее всего Артур это не имя, а титул. Вероятнее всего он был римским полководцем. Где бы он жил тогда? Наверняка в одном из двух или трех главных городов Центральной Англии. Если Артур действительно существовал, вероятно, он был валийским воином. Либо из самого Уэльса, либо из приграничных районов. Однако до сих пор неизвестно, существовал ли он. Я вас понимаю, но мне нужно свидетельство того, что король Артур не легенда, а настоящий человек. Материальное доказательство, которое могло бы подтвердить его существование. Оно есть. Мы определили, что Артуром Медведем был Оуэн Белозубый, который правил отсюда. Во время раскопок выяснились дополнительные детали об истории королей Оуэса. Этого места. Да. У отца Оуэна Белозубого также было военное прозвище «Ужасная голова дракона». Дело в том, что его отец правил другим королевством в Северном Уэльсе. А дракон это символ Уэльса, а также этой семьи. Но они с отцом разошлись и Оуэн пришел сюда. Прозвище отца «Ужасная голова дракона». В переводе на валийский «Утер Пен Драгон». «Утер» означает «могучий», «Пен» голова, драгон, дракон. «Ужасная голова дракона» «Утер Пен Драгон». То есть мы говорим не только о человеке по имени Артур с резиденцией в большом городе. Его отца звали Утер Пен Драгон, так же как отца короля Артура. Любопытно, что классический образ короля Артура предпочитают кельтские регионы. В те времена они в этом нуждались. Крестовые походы заканчивались неудачей, и кельтским народам необходимо было верить во что-то, дабы не пасть духом. Эта легенда как раз подходила. Шропшир, Англия. Куда мы едем, Грэм? К месту под названием Риди-Гросс, в переводе с валийского переправа. Мои исследования позволяют заключить, что именно там умер король Артур. Как вы пришли к такому выводу? В первых историях об Артуре в военных поэмах темных веков сказано, что он погиб в битве на реке Камлон. А перед сражением разбил лагерь у Риди-Гросс. В стране осталось мало мест с таким названием. И только одно находится в 20 километрах к юго-западу от Виракония. Туда мы едем, поскольку я уверен, что последнее сражение Артура состоялось именно там из-за названия Риди-Гросс. Мы подъезжаем. Погодите, сейчас увидим. Да, вот оно. Это здесь. Посмотрим. Нам нужен этот мост. вопрос. Но во времена Артура здесь был брод. Если помните, в ранних описаниях последней битвы Артура указано, что сражение на реке Камлон состоялось рядом с Риди-Гросс, где находился брод. Я уверен, что это именно то место, которое упоминается в ранних описаниях последней битвы Артура, в которой тот погиб. Здесь находилось поле боя? Точно неизвестно. Здесь не велись археологические раскопки, поскольку для этого не было оснований. Я единственный, кто определил, что это тот самый Риди-Гросс. Его расположение соответствует описанию последней битвы и старинной валийской поэмы. Там сказано, что основные войска Артура находились в крепости на расстоянии в полтора километра. На вершине того холма, в полутора километрах от нас, находится древний форт, римская крепость. Раскопки показали, что во времена Артура она еще функционировала, так что кавалерия Артура находилась в лагере в полутора километрах от переправы Риди Гросс. Здесь также проходит граница между королевством Артура, если это действительно был Оуэн Белозубый, и Пуэсом с одной стороны, а также королевством Гвинет, которым правил его племянник Майлгуна с другой. Они вполне могли встретиться здесь, чтобы сразиться, как далеко до Камелота, 20 километров. Эта дорога вела как раз туда. Можно представить, как по ней шли две армии, одна из Уэльса, а вторая из Камелота. И здесь встретились именно так. Неважно, была ли история Артура выдуманной или реальной, но она до сих пор актуальна, как и тысячу лет назад. Она повествует о надежде и любви, а также о том, что тяжелые времена не продлятся вечно, и скоро наступят улучшения. Здесь не велись раскопки, значит, это лишь ваша теория? Да, здесь никогда не проводились археологические исследования, так как я единственный, кто обнаружил историческую связь этого места с королем Артуром. Прежде для этого не было оснований. Ясно. Место под названием Риди Гросс, переправа, река Камлон и близость Веракония, все это соответствует моей теории о личности и происхождении короля Артура. Но кое-кто уверен, что тот родом с юго-запада Англии, например, из Гластенбери. Они искали место с таким же названием, Риди Гросс, в том регионе, но не нашли. Никто не сумел сделать верные выводы, которые приводят сюда. Но тому, кто не верит в мою теорию о местоположении Камелота и личности Артура, вряд ли пришло бы в голову искать здесь. В ходе исследования Грэн также сделал предположение о том, что настоящий король Артур похоронен рядом с сонной шропширской деревушкой Басчорч. Это здесь. Смотрите на те ворота. Думаю, вы все увидите сами, если карта верна. за этими полями должно быть видно. Вот он. Вот он. Видите? На горизонте. За теми опорами, поросшей деревьями природный холм, вокруг которого соорудили несколько насыпей для защиты от наводнений. Но 500 лет назад на этом месте было озеро. За долгие годы оно высохло и теперь здесь поля. Значит, это остров посреди озера. По-вашему, могила короля Артура находится там? Наверняка это и есть то самое место «Чорчес оф Баса» из стихотворения. Именно здесь хоронили всех королей Поуиса. «Если я прав, и Артуром был Оуэн Белозубый, то его могила здесь». Это и есть место захоронения короля Артура, настоящий Авалон. Но в стихотворении упоминаются церкви, здесь их нет. Во время раскопок на склоне холма обнаружились остатки нескольких деревянных сооружений, ранних христианских церквей пост-римского периода. Обычно строили по две-три церкви, посвящая их разным святым. Они располагались на том холме. Если могила Артура здесь, как она должна выглядеть? Судя по разнообразным описаниям римлян, бриты хоронили своих мертвых в ямах овальной формы двухметровой глубины, часто со щитом. Так что это должна быть отдельная могила в земле без надгробной плиты. Вероятно, покойник лежал на боку со щитом в руке. В прошлом году мы провели геофизическое сканирование и вот что обнаружили археологи. Как раз в том месте, что я указал. С левой стороны холма примерно посреди склона. Я попросил провести сканирование в этом месте, потому что в стихотворении говорится, что именно там похоронен первый король. Я считаю, что это и есть Артур. Нужно было выяснить, нет ли там могилы. И вот результат сканирования. Похоже на картину абстракциониста. Для нас эта распечатка не имеет смысла. Но геофизик видит на ней разные участки почвы, камни и другие предметы под землей. Вот очень интересное место. Округлая яма глубиной и шириной около двух метров. А продолговатое темное пятно посередине какой-то большой металлический предмет. Возможно, щит? Вот именно, я так и подумал. Я не говорил, что мы ищем могилу со щитом. Мне сказали, что, возможно, рядом с покойником лежит щит. Точный возраст могилы неизвестен, но полторы тысячи лет назад мертвецов хоронили именно так. Значит, это темное пятно, возможно, и есть один из величайших легендарных королей Англии. Именно. Именно. Завидуй, Ричард Третий. Это темное пятно лучше. Профессиональные академики и историки испытывают неприязнь к любителям. Особенно, когда те ведут поиски, чтобы пролить свет на какую-нибудь легенду. Ведь настоящие эксперты не хотят, чтобы дилетанты вроде Грэма Филлипса или Эдриана Гилберта вмешивались и доказывали их неправоту. Но вряд ли существует заговор с целью скрыть правоту о короле Артуре. Скорее, обычное нежелание проводить раскопки на основании выводов непрофессионалов. Грэм Филлипс проделал большую работу. Он обратился к оригинальным первоисточникам, указывающим на реальную историческую личность с территории Центральной Англии на границе с Уэльсом. на военачальника с титулом, который ассоциируется с Артуром Медведем. Он даже определил точное место, где в ходе сканирования обнаружилось тело какого-то вождя со щитом. Я думаю, что у Грэма Филлипса есть все шансы обнаружить настоящего короля Артура. Я за то, чтобы любители способствовали расширению знаний об определенных исторических личностях и получали признание. Именно энтузиазм людей, посвятивших свою жизнь таким вещам, помогает прогрессу. Взять хотя бы историю с Ричардом Третьим. если Артур существовал и занимал высокое положение, где это должна быть его могила? Почему бы не провести раскопки? Возможно, мы действительно нашли Артура и выяснили, где его могила. Вопрос в том, как идентифицировать его личность? Найдутся ли в могиле доказательства того, что это именно он? Кто знает, недавно обнаружили могилу влиятельного вождя, похороненного с мечом и со щитом? Возможно, после стольких лет мы наконец нашли настоящего короля Артура. Если удастся получить разрешение на раскопки, возможно, мы найдем настоящего короля Артура. Неужели на холме за моей спиной действительно находится могила того, кого мы знаем под именем короля Артура? Пока Грэм не получит разрешение на раскопки, мы этого не узнаем. Но он провел тщательные исследования, и его доводы кажутся мне вполне убедительными. Увидимся в следующем выпуске. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2016 году. Перевод Татьяны Вишневской, текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров